здравствуйте друзья сайт восточный вариант продолжает проект солнце украины встает на донбассе сейчас мы находимся в северодонецке знаете принято считать что в таких крупных промышленных центрах донбасса люди работают в основном на больших заводах шахтах в многотысячных коллективах но мы в нашем проекте рассказываем в основном о небольших предпринимателях которые не побоялись рискнуть открыть свое дело создают рабочие места платят налоги и не зависят от крупных производств сегодня мы поговорим с анной гориной это переселенка из донецка которая переехала в северодонецк и не побоялась рискнуть открыть здесь достаточно нетипично для такого города бизнес клининговую компанию сама я родом из северодонецка в девяностом году уехала в донецк учиться и там осталось собственно до 14 года там закончила университет и работала по специальности бухгалтер прописка донецкая вернулась связи с этими событиями сюда потому что здесь родители сестра работу предлагали только бюджет в бюджете у меня маленький ребенок 14 году родился в феврале и я не могла уделять много времени работе собственной нужно было что-то такое чтобы можно было совмещать то есть я была в декрете обратилась центр здания то есть и предлагали мне работу но полный рабочий день на минимальную заработную плату и как бы было очень тяжело согласиться на такие условия вот и поэтому пришлось искать какие-то выходы для зарабатывания денег сначала открыла комиссионный магазин а потом пришла идея вот химчистки купила технику потом написала бизнес план обратилась за помощью про он получила грант и купила уже оборудование для клининга пылесосы там парогенераторы инвентарь и оборудование различное когда оказывала услуги химчистки спрашивали часто почему клининг откуда клининг взялся раз чистите это может быть вы убираете вот так пришлось получилось что я расширила деятельность а потом уже вот помойки фасадов тоже года два как бы носила эту идею поскольку на лесах или там как-то это очень тяжело делать есть такое оборудование вот я его хотела мы теперь занимаемся еще мойка фасадов были конечно сомнения ну как бы сомнения всегда есть но не попробуешь не узнаешь есть конечно люди которым дорого допустим заказывать услугу убирают сами возможно даже лучше чем мы это делаем ну кому-то наши услуги подходят то есть мы работаем командой в бригаде приезжаем за один день генеральным квартиру какую-то есть у меня заключены договора и контрактные офисы убираем на постоянной основе сомнения были сомнения есть вот с этой тоже вот штукой были сомнения надо она не надо нужна не нужна получится не получится но заказы есть есть спрос на эти услуги бывает неделя просто сидим скажем так ждем звонков по-разному мы работаем по региону ездим часы вот в артемов с артемовска приезжали ребята посмотреть как мы работаем и мы едем к ним на следующей неделе мыть фасад здания и в артемовской в авдеевку едем среду поэтому ну а то что луганская область сватого там криминная станица создали рабочие места у нас трое и плюс я привлекаю по договорам так скажем людей сейчас собираюсь тоже участвовать следующем грану получить грант хочу еще там на создание рабочих мест одно или два куча сайтов которые дают информацию о грантах компаниях а каких-то там о направлениях нужно это мониторить искать и дают главное но не все я тоже подавалась несколько организаций не все меня поддержали и про он осенью отказали ну как бы буду пробовать еще если не секрету в общей сложности сколько вы получили грант 1 на 140 тысяч про он приоритете естественно до переселенцы но дают гранты и местным жителям то есть это необязательно там какой-то процента выделяют да я подавала как переселенец как мать-одиночка собственно наверное это была какая-то как льготная ли там категория которая давала мне больше возможности получить этот грант получали людей и местные чтобы получить там в размере 140 тысяч грант этот нужно было создать четыре рабочих места я на тот момент создала мне перечислили деньги дам проходили тендер проводила несколько поставщиков предлагала я покупала в основном керхер технику дорого стоит от 5000 скажем просто пылесос допустим экстрактора стоит порядка 20000 тяжело и пока реклама пока то есть на раскрутку любого в принципе бизнеса ведет два три года поэтому сейчас он мы уже пользуемся какой-то популярность или не знаю как сказать ну короче сарафанное радио вот это процентов наверно 50 заказчиков и постоянные клиенты уже есть люди следят за своими квартирами обращаются профессионалом для экономики любого государства крайне важно чтобы стране развивался малый и средний бизнес и очень важно что здесь на донбассе таком непростом регионе мы сейчас видим тоже такие позитивные кейсы возникают новые и новые малые предприятия и что еще более важно предприниматели здесь уже знают как пользоваться таким инструментом как гранты не стесняются им пользоваться а международной организации помогают здесь создавать новые предприятия открывать малый бизнес создавать рабочие места и платить налоги мы продолжаем в нашем проекте знакомить вас с такими кейсами успешных предпринимателей поэтому подписывайтесь на наш канал а мы будем дальше рассказывать вам истории успеха увидимся пока у нас у нас у нас у нас Продолжение следует...